ЗЗТР 400 1998 года Приехала с проблемой шум в коробке И улетает вторая передача Но это у них частое явление Поэтому сейчас мы этим и займемся Ну для начала как всегда снимаем пластик Сливаем тасол, масло Отсоединяем карбюратор Снимаем бак, сиденье И снимаем двигатель Ну и дальше будем смотреть Итак, все подготовлено к снятию двигателя Карбюраторы сняты, радиатор снят Тасол слит, масло слито Все провода отсоединены Генератор отсоединен Звезда ведущая снята Масса отсоединена Стартер отсоединен Вот Сейчас будем убирать Крепление двигателя Откручивать точнее Вот это Потом Сейчас я камеру туда подвезу Вот тут Потом Вот тут Вот тут И соответственно с той стороны тоже самое Ну и все, двигатель у нас По-хорошему должен упасть Все, снимаем Итак, двигатель с мотоцикла снят Конечно, это еще та процедура Когда ты делаешь это один Так вот, двигатель Сейчас что буду делать Буду снимать боковые крышки Сцепление Сцепление Крышку генератора я уже снял И потом буду снимать нижнюю часть Картера Головку в этом случае трогать не нужно С клапанами То есть все остается на месте Цилиндропоршневая группа тоже Все работы будут производиться Снизу двигателя Ну что Начнем Итак, боковые крышки я снял Перевернул двигатель Вот в такое интересное положение Сейчас буду снимать Поддон масляный Ну а затем Картер Итак, картер вскрыт Сейчас буду снимать Первичный вторичный вал Также хочу сразу сказать Кто-то сюда уже лазил Потому что герметик тут От души Просто от души В поддоне герметика было очень много Но будем надеять Что маслоканал никаким не забил Потому что Сетка в принципе Я ее почистил Но она тут есть И как бы туда Не могла ничего попасть Так Ну сейчас будем снимать Первичный вторичный вал И соответственно Проверять подшипники И уже детально изучать Износ Вот коренной вкладыш Один Очень сильно был Потерт Даже у нее забились Масляный канал И немножко Видоизменились В общем его тоже я немножко Ну как восстановлю Ну легкой шкуркой пройду И удалю Вот эти вот Заусенцы На вкладыше Вот соответственно От чего это может быть Только от одного Если все вкладыши В нормальном Состоянии То Этот вкладыш Тупо просто пережали Ну не соблюли момент затяжки Вкладыш который был задирами Немножко отполировал Сейчас еще вот тут Пройдусь Буду ставить И так Вот у нас Шестерина Второй передачи Сейчас Разберем Весь вал И соответственно Посмотрим Ее состояние Состояние Ее замков Ну Сейчас вот не видно Вот сейчас я не знаю Видно будет Или нет Вот здесь вот Должен быть конус Вот с этой стороны Если он есть А с этой стороны Его нет И на каждой На каждом замке Зацепление Выработка Такая Что Так Ну в общем Обточил я 6 Турню включения Второй передачи Сделал вот эти вот Бабышки Немножко на конус Каждую И так же Обточил Шестерню Основную Вот видно В местах зацепления То есть Сделал небольшой Конус Который тоже Тут был утрачен Вот Ну соответственно Теперь Зацепление При нагрузке Будет лучше Посмотрим Что из этого Выйдет Сейчас буду Все собирать Обратно Так Я снял Вал переключения Передач Вот видно Вот Бабышка Включения Второй передач Как она Изношена Примерно Примерно Миллиметр Сточена То есть На миллиметр Шестерня Не До включается Поэтому Сейчас я Попробую сюда Наварить Сваркой Мы Задиры Датчик Нейтрали Датчик Так Так Все передачи Включаются Сейчас Скрыл Клапанную Крышку Для того Чтобы проверить Зазоры В клапанах Раз уж Двигатель Снятый Вот Обнаружил Следующую Картину В общем На некоторых Кулачках Выработка С обратной Стороны Уже К примеру Тут Где я еще Тут видел Вот на этом На этом В общем Где-то Клапанов 6 Из 16 Пережаты То есть Зазора Вообще Отсутствует Щуп 0.5 Просто Туда Даже Не лезет Что Сейчас Буду Снимать Постели Распредвалы И регулировать Зазоры В клапанах Итак Клапаны Отрегулированы Сейчас Буду Собирать Хочу Сказать Следующее Еще Если У вас В двигателе Не стоят Гидрокомпенсаторы Знайте Клапаны Орегулировать Нужно Иначе Можно Их Пережать И Соответственно Клапаны Могут Прогореть И Тогда Это Будет Стоить Дороже У Многих Может Возникнуть Вопрос Как Я В Одного Могу Установить Движок Обратно Вот Таким Нехитрым Способом Стяжка Спереди И Стяжка Сзади Все Движок Поднимается Потихонечку Его Корректирую Сейчас Буду Втыкать Первое Крепление Дальше Он уже Никуда Не денется Итак Мотоцикл Практически Собран Осталось Сделать Только Синхронизацию Как Видно По Синхронизатору Разбег Очень Серьезный Особенно На Третьем Цилиндре Сейчас Я Сделаю Синхронизацию И Окончательно Соберу Мотоцикл Итак Мотоцикл Собран Сейчас Буду Его Тестировать Интересует Больше всего Вторая Передача Сумас Коробки Пропал Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует